История Библии И с многими личностями, которые встретились с Иисусом и жизнь из которых изменилась, мы верим, что и наше знакомство с Иисусом также повлияет на нашу жизнь, на наш характер, на наше настоящее и наше будущее. И мы хотели бы, чтобы не только наша жизнь изменилась, но чтобы вы обрели радость и счастье наши близкие, наши друзья. Поэтому призываем вас быть не только слушателями, зрителями этой передачи, но активно делиться просмотрами этой программы и других христианских передач со своими друзьями. Помните, что когда вы проявляете активность в интернет-пространстве и нажимаете кнопку «Нравиться», «Поделиться», «Подписаться», когда вы пишете свои комментарии, откуда вы смотрите эту передачу, то круг людей, которые привлекаются к этому просмотру, значительно расширяется. Мы сегодня вместе с моими друзьями Анатолием Танаси, пастором церкви, доктором в области богословия и Андреем Финчуком, мастером социальных наук, сотрудником книжного центра, призываем вас изучить историю женщины, знакомство которой с Иисусом изменило ее жизнь. Но прежде чем мы начнем изучать Евангелие Теана 4 главу, я приглашаю, чтобы мы просили у Бога мудрости и руководства в молитве. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое оставлено нам для научения, наставления. И просим, веди нас в этом обсуждение и слушающих, кто будет слышать слова из опыта той женщины, которую будем обсуждать, чтобы вдохновились и желали также что-то изменить в своей жизни, чтобы Твоя спасительная сила коснулась каждого слушающего. Слава Тебе, наш Отец, Сын и Дух Святой, Бог Святой. Аминь. Аминь. Евангелие от Иоанна рассказывает о встрече Иисуса с разными людьми. В прошлый раз мы знакомили встречу Иисуса ночью с Никодимом. И эта встреча помогла образованному, влиятельному человеку найти ответ на вопрос, что нужно, чтобы обрести жизнь вечную. Но сегодняшнее исследование посвящено встрече, которое произошло не с мужчиной, а с женщиной, не ночью, а днем. И эта женщина была жителем самарийского города, города Сихари. И эта встреча удивительна, потому что отношения, взаимоотношения с самарян, с иудеями, они были однозначны, отрицательными. Почему? С чем было связано отношение иудеев к самарянам, пренебрежительное, враждебное? Что за этим стоит? И как это проявлялось на бытовом уровне? Ничего удивительного, потому что не только историки, но и само Священное Писание, потому что Библия является и авторитетным историческим документом. И оно подтверждает тот факт, что часть, которая называется Самария, она когда-то была иудейской. То есть была, скажем так, израильским. Потому что впоследствии было разделение между двумя государствами, но в конечном итоге эта часть, которая называется Самария, была под Ассирийской империей. И произошло то, что называют обычно социологи, ученые. Это выявление или смешание, не только смешание кровей, людей, потому что сюда высылались из Сирии, из Дамаска, из разных, скажем так, кросс-культурных вещей людей подселиться сюда. Но прежде Самарию населяли людей, евреи. Произошла депортация, их выселили, и вот на их родные земли заселили людей из других народов, других культур. Ну, скажем так, здесь же жили евреи, то есть они все равно вернулись в свои родные места, но кроме этого сюда и высылались и иные, скажем так, племена или иные национальности, людей разного сословия. Обычно были чиновники или же преступники. И, конечно, оседлые жизни, то есть когда они осели здесь, то перемешались между собой, родственные и так далее. Кроме этого, оказали влияние друг на друга. Евреи оказали влияние на неевреев, а неевреи оказали влияние на евреев здесь, на этой территории. Таким образом, получилась такая, знаете, смешанная, которую назвали в конечном итоге самаритяне, или самарская. Не самарская Россия, а самаритянская в этой части мира. Что касается самой религии, самой культуры, восприятия или мировосприятия, оно тоже было перемешано и отличалось от иудейской. Хотя на основе было все-таки иудейским. Было много общего, но не 100%. Если так вот сказать, если сделать такую оценку, то, наверное, было бы сказать, наверное, 50 на 50. Где-то такого вот похожести или кровосмешания. Хотя самаритяне всегда считали иудеев или евреев из иудеи. Считали своими братьями. Иудеи, евреи си-иудеи, считали их, ну, скажем так, мягко говоря, не врагами, но отвергнутыми. Знаете, как предатели. Как кто-то, кто опустился ниже плинтуса. Даже их называли и собаками. Собаки лучше, чем сами самаритяне. Увидишь самаритянина, так сказать, даже не прикасаясь к нему, даже не заговариваясь с ним. Поэтому Иисус часто, наверное, в Евангелии, вы заметите, и самаритянин, который помог. И это был такой, знаете, шокирующий, то есть шок, культурный шок, который Господь использует для того, чтобы показать духовный шок. Конечно же, история в 4 главе от Евангелия от Иоанна тоже для многих станет, наверное, шоком. Для людей сегодняшней жизни, то есть мы сегодня как живем, у нас это, знаете, получилось нормой глобально. Потому что хочешь не хочешь, но и существует эта глобальная кросс-культура. И мы с вами воспринимаем многие вещи так, как воспринимается в других частях. Есть разница, есть похожесть, есть отличия, есть оригинальность. Но в то же самое время мы имеем, скажем так, феномен Самарии, как и в те же времена. Особенно нашей территории. Поэтому, я думаю, эта история актуальна для нас. То есть это были соседи, которых избегали общения и на бытовом уровне, и не было общей религии, и было такое пренебрежение. И нужно сказать, что каждый из этих частей этих групп, этнических групп, они, каждый из них искали возможность поклониться Богу. Каждый из них искал возможность прикоснуться к Богу. И, конечно же, это разделение в конечном итоге шло диспутом. Где истинно, где лучше, где правильно, где ближе к Богу, где дальше к Богу. Кто грешнее, кто праведнее. И вот, понимая эти взаимоотношения, что за ними стоит, удивительно прочитать слова евангелиста Иоанна, который в 4 главе 4 тексте пишет, что надлежало ему, Иисусу Христу, проходить через Самарию. Что побудило Иисуса путешествовать через Самарию и взять вместе с учениками через ту территорию, которую обычно иудеи обходили по дороге к Галерею более длинным путем. Сам текст выше говорит, что Иисус узнал об одной малове. Перевод Кулакова передо мной. Написано, что в то время до фарисеев пришел слух, что у Иисуса больше учеников, что ученики Иисуса крестят больше, чем Иоанн. Здесь мог быть и конфликт противостояния между учениками Иоанна и Иисуса, могло быть и другое. Но Иисус решил пойти этим путем, который был необходим. Как обычно, евреи обходили через Перею, делали долгий, длинный путь. У него была какая-то цель. И интересно, что у него всегда было что-то целенаправленное. Он имел какую-то миссию, что-то найти, кого-то найти. Это было понятно. У Господа планы были особенными. И он хотел сэкономить, может, и время, но дума не это. И мы в дальнейшем узнаем о чем. То есть это было не случайное встрече? Нет, нет. Он цельно и направленно, у него была построена жизнь хаотичная. Я думаю, что каждый из нас, анализируя прошедшее, потому что будущее мы не знаем, свое личное, но, вспоминая опыты прошлого и что за ними стояли, и что к этому предшествовали, те радикальные опыты, которые повлияли на наше решение, на нашу жизнь глобальную, мы понимаем, что за этим может быть не случайности, как говорится, судьба, как так получилось, а быть Божьим провидением, Божий план, особенно, когда это касается нашего духовного изменения, наших нравственных качеств, нашего выбора, пути. И каждый может вспомнить о том, какой путь Бога и путь к сердцу человека имел Иисус, и какие обстоятельства Он использовал. Но давайте познакомимся, какие жизненные обстоятельства использовал Иисус, чтобы заговорить женщиной у колодца с 5 по 9 тексты. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихари, близ участка земли данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодеца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить». Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит Ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, Самарянки? Ибо иудеи с Самарянами не сообщаются». Как Иисус использует эти обстоятельства, чтобы заговорить и начать общаться от общего к духовному и с этой женщиной? И что это за женщина? Что мы можем из этого описать, предположить о ней? Случайно и не случайно. Это все, что происходит в нашей жизни. И в жизни этой женщины почти две тысячи лет назад. И эта история для нас очень красочна. Очень интересно, ведь Иоанн, евангелист Иоанн, уже представляет определенные, ну скажем так, барьеры или этнические предрассудки. И здесь Иисус проходил прямым путем, потому что этим самым заявляет, что для Него не является. То есть люди не различают. Он не различает их более грешными или не менее грешными. Он не различает их этническими и так далее. Неважно, кто как и кто кого называет. Для Бога, для Христа, для Иисуса, все являются равны Его дети. И каждый нуждается в спасении. И вот тут женщина. Явно и понятно, что эта женщина, ну скажем так, она удивилась. Ее удивлению было, наверное, и тут как раз об этом и представляется. Нет предела. Во-первых, не потому, что мужчина просит у женщины, не только потому, что иудей просит у... И понятно, и явно, что он иудей. То есть одежда, все говорила об этом. И заговорила с ним. И более того, заговорила с ней. Разве он не знает, почему она здесь одна и вот в такое примерно время и так далее, и так далее. Но очень интересно, что Иисус, Господь, Бог, Он использует обычные вещи. Обычные вещи. В котором, вообще-то, люди нуждаются. В котором люди обыденно все это делают. И вот в этот момент Он использует жажду. То есть Он жаждет и просит у нее воды. На Востоке просящей воды Ему нельзя было отказывать. Ну, потому что такая специфика геологическая, климатическая ситуация и культурная. А если Он сидит у колодца полного воды, почему Он просит воду у женщины? Да, это интересно. Потому что он... Сложно сказать. И тут как раз, может ли Он напиться, наверное, сам. Обычно у колодцев всегда были инструменты, которые можно было бы подчерпнуть. Но вот когда пришла женщина, Он просит у нее. Потому что пытается заговорить и предоставить ей возможность, ну, скажем так, открывает возможность открыться самого себе. Обычно это у нас в Молдове, у колодцев есть цепь, ведро на цепи. Может быть, в том колодце и не было вот этой веревки. И точно не было, потому что она к текстам говорит, что она не видит у Него то, чем Он бы был. Да, инструментом, которым она может подчеркнуть. То есть удивительно для меня то, что Иисус, который кормил пять тысяч, который повелевает стихием, ограничивается. То есть Он другим помогал, других кормил, а себя ограничил вот этим обстоятельством, сделал себя зависимым от того, откликнется на Его просьбу эта женщина или нет. Он жаждет и нуждается, чтобы человек, простой человек, дал Ему воды. А зачем Иоанн пишет время? Ну вот вы заметили, что настолько вовлечено вся эта была дискуссия, что в конечном итоге, если вы заканчиваете эту историю, Иисус вообще не напил. И даже не поел. Не попил и даже не поел. Но он говорит очень никому, что... Это не говорит о том, что он не жаждал и не хотел есть. Нет, конечно же. Но приоритеты, которые у него были, и самый важный приоритет, это предоставить спасение людям. Что касается шестого часа, ну, конечно, это не шесть утра, как мы себе это представляем, потому что в те времена, в древности, да и сегодня в некоторых регионах сохранился этот принцип. Считали часы по дневному и ночному, то есть вот как только сила солнца или как встало солнце, ну, в данном случае, как встало солнце, начинают считать. Первый час, второй час, шестой час, это, конечно, обед. Полдень. Это полдень. Но это жаркий полдень, когда люди... На той территории это просто невыносимая пора, и никто никуда не ходит. Почему эта женщина в жаркий полдень идет за водой, не делает это утром или вечером? Ну, мы можем только лишь предполагать, но явные ссылки, предпосылки уже есть еще на Писании, во всем этом тексте. Эта женщина приходит сюда, чтобы не встретить никого, потому что весь общество или сообщество осуждало ее. Она была, ну, женщиной, скажем так, с низкой социальной ответственностью. И в данном случае, даже в разговоре с Иисусом, Иисус, открывая себя, намекает или представляет или представляет определенную информацию о ней. Что-то очень удивляет ее. Мы понимаем, что эта женщина здесь, чтобы избежать разговоров, глаз. А может быть, люди даже не допускали ее к этому колодцу или не допускали к себе самой. Эта женщина была на краю общества. То есть она была у дороги. То есть человек, соответственно, низкая самооценка, страх, осуждение, то есть ее взгляд, ее лицо, то, как она ходит, как она избегает встречами, говорит, что это человек, который относится к категории отверженных. Совершенно верно. И вот эта отверженная обществом, одинокая женщина, прячущая, встречает Иисуса Христа. Как Иисус использует эту встречу, чтобы повлиять на жизнь, дать ей надежду, дать ей спасение, радость и счастье? Как Он использует эту встречу и как Он говорит с ней? И о чем? Может быть, познакомимся с этим? Мы читали по 9 стих. С 9 по 15. Да. «Как ты, Иудей, просишь у меня, самаритянки, пить?» Удивилась женщина. Иудеи ведь не имели дело с самаритянами. «Если бы знала ты, что Бог дарует, если бы знала, кто просит у тебя напиться, ты сама попросила бы Его, и Он дал бы тебе живой воды», ответил Иисус. «Тебе, господин, и зачерпнуть-то нечем!» промолвила женщина. «А колодец так глубок! Откуда же взять тебе живую воду? Разве больше ты, отца нашего Якова, давшего нам этот колодец, из которого Иса он пил, и его сыновья, и скот свой они поили?» Иисус сказал на это. «Кто эту пьет воду, тот снова захочет петь. Но кто выпьет воды, которую я дам Ему, забудет тот, что такое жажда?» «Вода, которую дам Я, станет тем несеркающим ключом, который будет бить в нем на всем пути его, к вечной жизни. Так дай же мне, господин, попросила женщина воды твоей, чтобы не хотелось уже мне больше пить, и не нужно было ходить сюда за водой». Иисус обращается к этой женщине, несмотря на то, что женщина другой культуры, которых его задняя культура, его настоящая культура, евреи, не сообщали с ним, с самарянами, он обращается к ней с просьбой. И как бы в то время на Востоке, если ты просишь что-то, и тебе, конечно, дадут, дальше ты будешь как бы обязан, чтобы также таким-то добром чем-то поделиться. Поэтому евреи изумаря ничего не просили. Чтобы потом не имели долгу. Интересно, говорит апостол Павел, не будьте должниками ничем, кроме взаимной любви. Иисус своей божественной любовью. Он идет на контакт. Он начинает свое служение как бы спасения. Но интересным образом, что он просит что-то. И женщина понимает, что у него... Она удивляется. Ну да. И жалеет его, что она понимает, что она тоже к стенке прижата, хотя, чтобы ему помочь, потому что ему нечем эту воду также изглубок этот колодец. И почему все-таки... И она пытается как-то отвернуться. Но Иисус говорит дальше, что у него есть что-то еще лучшее. Что у него живая вода. И вот здесь про воду живую. Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Что... О какой воде живой говорил Иисус? Или как воспринял эти слова? Ну, она, может быть, подумала, что это не засевший какой-то колодец, не вода какая-то уже, которая... Что называли живой водой в те времена? Источники. Речка какая-то, которая всегда обновляется, всегда свежая, холодненькая. И да, но... В колодце это вода... В колодце вода была какая? Живая или нет? Сидевшаяся. Немножко, может быть, имела еще какой-то запах, если часто черпали. Но Иисус ясно говорит, что эта вода будет источником жизни вечной. И ставит ее... Открывает как будто двери. Она к стенке прижата, что он еврей, к женщине просит. У него нету чем самому взять эту воду. А здесь он просит у нее воды, хотя она знала, что у евреев был... Почему не сообщались с самаритянами? Они не соприкасались, не касались с посудей, которую использовали самаритяне. И сегодня тоже так бывает иногда, некоторые более частюли, что своей посуды нет. И она поняла, как я дам свою посуду, я его как-то заставлю грешить. Она понимала. Но Иисус отвлекает ее на другое. Но говорил ли Иисус о воде? О воде ли Он говорил? Не каждого ноль. Ну да. Ведь сегодня тоже люди, ведь тоже хотят, если бы вот... Они хотят чуда. Господи, чтобы денег никогда не кончалось. Чтобы здоровье всегда было. Чтобы я делал все, что угодно, а мне ничего не было от этого. И чтобы и так далее. И не знаю чего. И отопление, чтобы всегда было. И не знаю чего. Чтобы никогда не заканчивалось. Но Иисус использует метафору. Метафорический. Он использует определенные предметы. В данном случае, если говорить о воде, и Он метафорически говорит об этом. Потому что указывает о себе. Он не о воде говорит. И женщина никак не может понять это. Никак до нее не доходит. Поэтому, если прочитать и дальше, то Иисус, прерывая ее, говорит, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». 16 текста. А почему такая внезапная смена темы? До сих пор было «дай воды», «вода живая», «откуда у тебя вода?» И тут резкая смена темы «пойди, позови мужа». Почему? Вот об этом идет речь. Потому что Иисус не говорит о воде. И женщина сказала, «Нет у Меня мужа». Иисус делает откровение. Ибо у тебя, да, Иисус говорит ей, «Правду ты сказала в 18 тексте, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе». Это справедливо ты сказала. И женщина поняла, что перед ним непростой человек. Перед ним не иудей. Перед ним вообще, может быть, и не человек. И она далее говорит, «Господи, вижу, что ты пророк». То есть ясно, что тут уже совсем иное. И это значит, что ты говоришь не о воде, а о чем-то высшем. И женщина поняла это, и переключилась. И теперь она тоже задает вопрос, вот о поклонении. А где поклоняться? Потому что вот наши якобы родичи дальние, они поклонение в одном месте, и они нас не принимают, а мы тут устроили свое поклонение. Мы считаем, что мы тоже правы. Так кто же прав и где и как? Конечно, Иисус отвечает на этот вопрос. Но самое важное, что говорит Иисус. Обращает ее внимание и говорит, «Я есть тот». Потому что она задает вопрос, «А вот мы ждем Мессию. Тот, кто говорит, «Я и есть». Это было полное откровение. Почему Иисус это переменяет? То есть, чтобы она поняла, о чем Он говорит. Что Он не говорит о воде, Он говорит о спасении, о себе. Зачем Он пришел в этот мир? Удивительно то, что… Да, как написано в Езекииле, 36 глава, 25 по 27 стих. «Я окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших. Отче, очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутри вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть, люди были знакомы с этой метафорой. То есть, Иисус желал очищения. Спасибо. И для людей, которые находятся в жарком Самаре или в полиэлистине, вода – это жизнь. И образ Иисуса, образ Бога, и ветхозаветные образы, Бог как источник воды, для них был понятен, потому что Бог – есть источник жизни. И, находясь в Израиле, видя засушливый климат, камни, я задавался вопросом и адресовал тем, кто там живет. Я говорю, слушай, ну, в чем же, почему именно в эту местность Бог привел народ? И израильтянин, местный житель, говорит, наверное, для того, чтобы мы больше смотрели на небо. Я говорю, почему? А потому что здесь мы, говорит, полностью зависим от дождя, который ранний и поздний. И вот если будет дождь, то будет урожай, будет жизнь. А если Бог не даст дождя, то мы обречены. Мы, говорит, здесь больше, ощущаем большую зависимость от Бога. И вот эти образы, источник воды жизни, и ты будешь пить, они были распространены. Но как понять, почему Иисус открывается, и впервые мы видим, что Он открывается как Мессия, как Христос, кому? Почему именно женщине, самарянке, которая имеет такую репутацию, почему откровение Иисуса о том, кто Он есть, именно в таких драматических обстоятельствах и такому необычному человеку? Он просто дал ей возможность веровать в Него. Что это говорит? Что говорит о Христе? Нет, говорит о доступности, что Он ко всем доступен. Он каждому открывается, и уже каждый делает выбор, принять Его как Спасителя или нет. Он дает эту воду жизни каждому. И это говорит о Его доступности. Но уже здесь как будто не только об Иисусе говорится, а уже о Ее решении, что Она предпринимает в результате того, что Она узнает, кого узнает. Вот в этом сегодня вопрос. Вот мы узнаем, мы узнаем о Христе, исследуем, читаем Писание, где-то слушаем какие-то программы, сами что-то читаем. Вот когда узнаем ближе о Христе, что мы делаем? Вот в этом, думаю, что более актуальный вопрос. История начинается с того, что Иисус просит пить. Завершается тем, что Она просит пить. Встреча с Иисусом пробуждает у человека жажду. Что завершается немножко по-другому. Разговор Иисуса с женщиной тем, что она просит, дай мне эту воду. Она как будто уже делится. Видите, Она просит чудесную воду. Чудесную воду. Чудесную. Которую не поняла еще какой. Но не Бога. Но чудесную воду, чтобы удовлетворить ее потребности. Не только лишь физиологические, физические или социальные. Потому что на сегодняшний день тоже самые люди. Они мечтают о таком, знаете, каком-то волшебнике, и рассматривают даже Бога, каком-то волшебнике, который бы решил все проблемы. Значит, все. Все мои удобства и так далее. Но не о спасении идет речь. И Иисус как раз переключает, Он переворачивает эту монету, абсолютную монету, которым раскрывает себя как Спасителя. И на этот момент женщина совсем по-другому ведет себя. Абсолютно все. Все потеряло смысл. Он даже забыл о своей воде. И забыла о воде. О своей стеснительности. Совершенно верно. Что предприняла эта женщина? В том-то и дело. Она забыла обо всем. Что-то полдень. Люди обычно прячутся в тени, дома сидят и так далее. А она вошла в город. Она начала говорить людям, стучать. Вы представляете себе, она сюда пришла, потому что боялась их и избегала их. И потому что они, так сказать, избегали ее. А теперь она напрямую врывается. И еще она их беспокоит. Потому что у нас, наоборот, ночью в Молдове или где-то мы спим, а у них днем они прячутся от людей из-за этой жары. И теперь, значит, видя ее, полное преображение, полное, потому что Бог преображает человека. Он дает спасение. Видя ее, полное преображение. Заново родившийся человек. Что было в ее лицо такое, что убедило жителей города Стария? Я думаю, радость, мир, восхищение. Счастье. И плюс к этому она не питала злобы к этим людям. Потому что, ну, вы же понимаете, там разговоры, не знаю, что. Она забыла обо всем. Потому что она сама получила спасение, прощение. Она полностью принята Богом. И теперь она рассказывает и настолько убедительно говорит, что весь город вышел в полдень, полдень. Ну, кто бы ходил по солнцу. Везде, весь город пришел. Интересно, что, знаете, после этого приходят ученики. В том же городе были ученики. Но люди пришли, весь город пришел не потому, что ученики были там, а потому, что одна женщина. То есть 12 учеников не сделали то, что сделали одна женщина. Апостолы. И они были просто удивлены. Квалифицированы. Пытались как-то накормить, а Иисус объясняет, смотрите, вот моя еда. Конечно, они должны были понять, то есть это моя миссия. Я пришел сюда. Потому что этим самым указывает, что человек на сегодняшний день не жив, не живет для того, чтобы есть, развлекаться и не знаю, что там удовлетворять какие-то свои определенные потребности. Он сегодня живет для того, чтобы получить понимание и получить само спасение. Спасение, которое может предоставить лишь только Бог. и это откровение. Это откровение, которое предоставляет Бог. Как эта история говорит нам о том, что необходимо человеку предпринять, чтобы его жизнь изменилась, наполнилась смыслом, радостью, счастьем, подобно, как изменилась жизнь этой женщины? Иисус дает каждому человеку возможность встретиться с ним. И именно у этой женщины был вот этот момент. Как она уже среагировала, мы видели. И последствия она стала как будто как гейзером, которая не только наполнилась водой живой, но и других напоила. Стала источником воды для других. И они сказали потом, что мы не... Они встретившись и весь народ с Иисусом, они сказали, не по твоим словам, мы сами убедились и попросили Иисуса еще предоставить им время, остаться еще пару дней. Иисус предоставляет себя нам. Мы что делаем с ним? Оставляем его как просто как учителя, как личность, как пророка, или как просто обманщика, некоторые считают, или просто кто-то был такой человек, или как того, реально, который реально может нас спасти, дать нам уверенность, дать нам надежду и также и спасти... У этой женщины было одиночество, страх, соц. проблемы. Она избегала людей, потом и счастье, и смелость, и общительность. У каждого из нас есть свое, чем, может быть, мы боремся, или чем мы не можем, мы не осиливаем. Иисус может нас спасти и сейчас преобразить, но также дать нам уверенность на вечную жизнь. Он говорит, жизнь вечную. Нам сложно понять, кто нас слушает. Потому что есть разные люди. Есть люди, которые считают, что Бога не существует, а Иисус это какая-то мифическая история, или просто была какая-то революционер общественная. Этому человеку, этим людям я бы посоветовал просто приблизиться, да и больше узнать о нем. А может, они ошибаются. Потому что люди, которые свидетельствуют, они это говорят воочию, и это священное писание не написано просто какими-то людьми, а просто попытаться это все узнать, открыть для себя. Люди, которые узнали или услышали об Иисусе, но где-то сторонятся, где-то стесняются, где-то имеют какие-то проблемы, вызовы социальные, приглашаю пройти больше, увидеть Иисуса как того, кто может восполнить абсолютно все. и может восполнить не ваши деньги, ваш кошелек или счет в банке, а может восполнить вас жизнью живой. И абсолютно перевернется все в вашей жизни. Вы будете видеть совсем по-другому. Но человеку, который, наверное, где-то испытал это, но где-то ушел, где-то разочаровался, где-то, ну, споткнулся, ему вернуться опять, потому что он знает, где это, где это можно найти. Это можно найти в Священном Писании. Даже сейчас, в эти мгновения, просто можно преклонить колени, можно просто опустить голову, где там находишься, просто обратиться и сказать, Господи, может быть, я тебя не знаю, но вот я сейчас хочу тебя узнать, я хочу, у меня какие-то определенные вызовы, но, пожалуйста, за этими вызовами откройся себя мне. И это произойдет обязательно, потому что это делал Иисус за этим, для этого Он пришел в этот мир. Дорогие друзья, история, происшедшая у колодца Яковлева, открывает удивительную грань характера нашего Господа Иисуса Христа. Бог не лицеприятен, Он любит каждого человека, и нет преград, нет препятствий, чтобы кто-либо считал себя недостойным прийти к Иисусу и обрести познание, веру, спасение. Где бы вы ни находились, мужчина или женщина, какого уровня, достатка, образования, помните, что Господь и сегодня создает обстоятельства жизни, которые бы помогли тебе и мне приблизиться к Нему. Между нами и Господом очень близкое расстояние, всего лишь один шаг. И этот шаг Он ожидает, что сделаю я и ты напротив, навстречу к Нему. Мы призываем вас, исследуя Священное Писание, призываем вас во свете Священного Писания увидеть свою нужду и уверовать в то, что Господь силен восполнить эту нужду, наполнить нашу жизнь смыслом, дать нам надежду, дать нам уверенность и как результат спасения. Не пренебрегайте этой возможностью. Приглашаю об этом молиться. Господь наш и Бог наш, счастливы мы от того, что Ты открылся нам. Помоги же нам, понимая, осознавая Тебя, помочь и другим увидеть Тебя и вместе открывать для себя Твою красоту и Твое спасение. Аминь. Аминь. Благодарны Вам, дорогие друзья, за Ваше участие и Ваше внимание в исследовании Священного Писания. Искренне желаем, чтобы радость от Господа, мир, защита сопровождала Вас, Ваших родных и близких. Приглашаем Вас для дальнейшего исследования Евангелия Теана. Всего доброго, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok